да еще я думаю что сейчас у некоторых из вас начнет постепенно вырабатываться норадреналин как мы знаем это гормон несогласия но тем не менее меня зовут Виталий Дорофеев мы будем говорить о доказательствах обоснованиях доказательствах чего чего угодно собственно говоря о доказательствах как о виде социальной деятельности и на науке в том числе потому что наука тоже социальная деятельность обосновывать нам приходится в своей жизни очень много разных вещей начиная например мама я хочу мороженого вот и до там свет имеет двойственную природу параллельные прямые не пересекаются так далее и вот это доказательство довольно сложный процесс но его можно его элементы можно вычленить формализовать и использовать для доказательства вот это называется теория аргументации у меня только вот очень неприятная такая вещь которая меня смущает то что не смогу вам рассказать теорию вот может быть смогу вам что-то вот скажем заранить какие-то озарения или сомнения хотя бы это уже будет хорошо так рассмотрим пару схем для так сказать быстрого введения в тему а вот основные понятия теории аргументации эффективная речь это прежде всего хорошо аргументированная речь аргументация это процесс доказательного рассуждения и так далее вот структура аргументации тезис из него выводится вывод если бы его все было на самом деле так скучно я бы вообще об этом не рассказывал на самом деле то что здесь нарисовано это классическая риторика вот вы как раз и занималась такими вещами как вывод вот из одного данного вот того что нам нужно получить на самом деле мыслительные процессы они несколько сложнее вот например я яркий пример познавательной деятельности нашего близкого родственника я вам не буду рассказывать о дедукции индукции о всем том чего вам рассказали бы обязательно в курсе риторики классической потому что ну блин но это малоэффективно и собственно ничего не дает это просто скажем рассказывает нам о том что мы так делаем просто какими словами называется давайте лучше поговорим о том что такое обоснование само по себе знания должны быть обоснованными это максима появилась в новое время как скажем часть идеологии познания позитивистской идеологии познания договорил о том что наше любое знание должно быть обоснованным откуда взял взялась мысль что знание должно быть обоснованным в основании это лежат 3gini и 3 идеи 1 идея того что существуют некоторые абсолютная и не пересматриваемые основания всякого от познания Эта идея должна прийти людям в голову и найти там свое место, что у познания есть свои основания. Затем эта идея связана с идеей постепенного и последовательного накопления чистого знания. То есть люди в тот момент начали относиться к миру, к источнику какой-то информации, которую можно накапливать. Собственно говоря, это и был процесс познавательный. То есть мы накапливаем информацию, полезное знание – это истинное знание. То есть есть, конечно, ложные, но наша задача просто их отбросить и выбрать истинные. И третья идея – то, что связано с противопоставлением как раз истины, как того, что подлежит критериям этого познания, и просто мнением, которое нас не интересует. Мнение есть у каждого. Такое было новое время, так сказать, оптимистичное и позитивное. А единственный момент, о котором нужно сейчас вспомнить, это то, что оно давно устарело. Новое время – это XVII век, XVIII век. Сейчас все немножко по-другому. И у нас, собственно говоря, вместо такой ясности одни проблемы. Проблема первая. Далеко не все то, что мы обосновываем, можно доказать абсолютно. Это именно то, к чему стремилось новое время. Потому что любой факт можно доказать абсолютно. То есть вот он истин, он не подлежит, так сказать, сомнениям. К этому мы должны стремиться. То есть если он, скажем, сомнения существуют, это просто такая зачаточная стадия существования этого факта, которую он должен пройти и перейти в такую, скажем, незыблемую монументальную стадию. Это не так. Давайте попробуем обосновать, например, такое ценное знание. Розы лучше гладиолусов. Не факт. А можно говорить всего чего? Ну, тут как раз довольно просто. Это мнение. Я так считаю. Я так считаю. Окей. Давайте попробуем обосновать следующее ценное знание. Ложь лучше воровства. Не факт. Нет, это факт. Вот это уже как раз факт, который можно обосновать. Ну, хотя бы потому, что воровство приносит, так скажем, ощутимый социальный вред, экономический и так далее. Ложь приносит его меньше. Ложь больше вовлаго. Это первое. Второе. Скажем, это общепринято и закреплено законодательно. Ложь у нас в большинстве случаев не подпадает под юридические, так сказать, мероприятия. Аклевитарно. Это, скажем, крайние случаи. Но воровство у нас всегда подпадает под статью такую-то Уголовного кодекса Украины. Да. Но то, что мы обосновываем, то, что воровство хуже, чем ложь, это не значит, что ложь – это хорошо. Как и не значит то, что… Ну, в общем, это как раз то, что я говорю. Это сравнительное знание. И мы здесь как раз уже сталкиваемся с проблемой того, что существует абсолютное обоснование, а существует рационализация. И в современной науке, в том числе, начиная даже, кстати, с «я хочу мороженого», и кончая современной наукой, рационализация – это более частый способ доказательства, чем абсолютное обоснование. Мы редко можем все свести к незыбленным монументальным истинам, но мы можем доказать, что в какой-то момент своего существования эта истина более приемлема, чем другие истины. Должно быть принято «а» в силу «с», это то же самое, что сказать «лучше принять «а», чем не «а» в силу «с». И это, если бы дело шло только о гуманитарных науках и детских капризах. Но, к сожалению, даже вот твердые наши научные, так сказать, поползновения часто наталкиваются на те же самые проблемы. Например, представим, что мы не знаем, существует ли в недрах Луны нефть. Но у нас есть как бы временная стадия существования этого знания. Мы можем доказать, например, что лучшее обоснование считать, что ее там нет, чем она есть. Это не значит, что ее там нет, но мы это будем считать. Опять же, это вот как бы немножко такая у нас физика четкая. А теперь вот перейдем в совершенно зыбкую область. Давайте, так сказать, сразу. Что лучше, ГМО или традиционные технологии сельскохозяйственные? С точки зрения ГМО. Это пространство для рационализации. То есть мы не можем доказать, ну, однозначно, что ГМО – это хорошо, а технологии – это плохо. То есть я, конечно, считаю, что ГМО – это лучше, да, кто-то может считать по-другому, но, скажем, в процессе длительной аргументации мы можем доказать, что ГМО – ну, сравнительно лучше. Рационализировать это понятие. И таких проблем у нас практически, я же говорю, большинство актуальных проблем, они именно такого характера. Что вы думаете о сланцевом газе? Плохо. Вы думаете, плохо, но я могу вам сравнительно доказать, да, как же так, например, как зеленая химия, да, там, атомная энергия. Атомная энергия, она грязная, загрязняет окружающую среду. Но она лучше сравнительно, чем традиционная, да, там, чем теплостанция, которая там, ну, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот просто обратите на это внимание. Первая проблема. Вторая проблема. Классическая риторика, она каким образом мыслит, так сказать, логика риторики? То, что каждое наше высказывание, оно либо истинно, либо ложно. Истинное высказывание следует из истинных посылок. Чтобы получить истинное следование, как с той схеме, которая у нас была первая, нам нужно элементарно. Просто взять истинные посылки, и у нас автоматически получится истинное следствие. Следует быть стойким. Давайте обозначить это истинное или ложное высказывание. Сожалею, что разбудил вас. Давайте проверим. Я дело в том, что действительно могу сожалеть об этом, но через минуту об этом забыть. Назначаю вас председателем. Стоя на коленях с мечом. Я назначаю вас председателем. Это истинно или ложь? А может, это ложь? Если у вас есть возможность... О, отлично. Ага, если нет, так и не видите. Да, но если есть, опять же, это не истинное и не ложь. Это как бы свершившееся изменение какое-то, но не истинное и не ложь. Ну, хорошая теория. Да, мы часто там любим сказать про что-то, что-то. Хорошая теория. Это максима, норма, нормативное поведение. Это эмотивное высказывание. Это изменение мира словом. Обещание. Оценочное ослуждение. Эти и другие примеры не подпадают под определение истинности или ложности. И современной логике, в том числе и логике доказательства, приходится иметь дело именно с такими штуками. То есть штуками, которые не подпадают под категории истинности или ложности. Казалось бы, это просто, но мы сейчас перейдем в дебри математических теорий, и сразу станет страшно. Смотрите, дело в том, что чтобы как-то оперировать этими вещами, которые, собственно, в 20 веке, только в 20 веке стали понятны, пришлось создать несколько новых логик. Например, логику норм, которая следует быть стойким. Если бы специальная логика норм. Логика оценок, которая имеет дело с такими вещами. У них есть свои законы и все прочее. Но опять же, просто ли это какие-то логики, которые никакого практического применения не имеют? Нет. Например, долгое время считалось, что математическое доказательство – это самая логичная штука на свете. Что математика – это чистая логика фактически. Сейчас, в 20 веке, в 21 веке тем более, математики придерживаются совершенно разных версий доказательств. Почему? Потому что изменились представления о лежащих в основе доказательствах принципах. И исчезла уверенность в их единственности. То есть возникло представление о том, что есть несколько разных логик, которыми можно пользоваться. Возникли разногласия по поводу того, насколько вообще простирается сфера логики или, возможно, существуют вещи, которые не подпадают под логику. Этим занимается интуиционистская школа в математике, которая вообще не считает, что логика вообще как-то там применима. В интуиционистской логике, для интереса, не действует закон исключенного третьего. Отбрасывается ряд законов, позволяющих доказать существование объектов, которые нельзя построить или вычислить. Закон снятия двойного отрицания тоже не существует. Не существует закон приведения к абсурду. То есть это такие вещи, которыми классическая логика постоянно оперирует. А ведь на самом деле, посмотрите, мы постоянно имеем дело, возьмите квантовый компьютер, у которого есть возможное состояние. Он не подпадает под традиционную логику. Как описывать такие процессы? Как раз это и происходит в рамках таких вот вещей. То есть мы должны научиться иметь дело с объектами, которые, например, могут одновременно существовать и не существовать. Кот Шрёдингера, наш любимый. Ну это ещё тоже были цветочки. Перейдём к ещё одной проблеме, которая просто, вот меня так сказать, восхищает. Ценности и эпистемиология. То есть ценности и наукоопознание. Для нового времени вопроса ценностей не существовало. Считалось, что есть у нас истины, мы о них говорим. О ценностях мы не говорим. Это уж каждый там оставляет для себя. И пусть делает с ними всё, что хочет. Сейчас мы пришли к пониманию того, наконец-то, что ценность – это такая же важная категория теории познания и методологии науки, как и понятия истины. И они не существуют в отрыве друг от друга, они существуют одновременно. Незнание этого – это как раз болезненного времени, от которого мы сейчас постепенно лечимся. У нас, собственно, наше мышление, оно связано с языком. У нас нет никаких категорий таких, которых нет в языке. А все наши высказывания, они находятся между двумя полисами. Между полисом высказываний и полисом оценок. Чистых, вот таких вот, скажем, существований на одном из полисов не существует. То есть мы всегда даём описание, и сюда в нём есть какой-то оценочный элемент. Или наоборот, то есть больше оценочного элемента, часть описательного. А за позиции описания и оценка в конечном счёте стоит оппозиция истинной ценности. Они взаимосвязаны. Окей, сейчас это всё непонятно. Конкретизирую. Скажем так, две максимы, опять же, выскажу. Соответствие мысли предмету – это истина. А соответствие предмета – мысли – это ценность. Вот, собственно говоря, то, что здесь изображено. Вот план города – это город. Так вот, если город соответствует плану, это хороший город. А если план соответствует городу, то это истинный план. Сейчас мы чуть-чуть разберёмся. Представьте себе, что вы идёте в магазин, и у вас есть список покупок. Жена дала. И представила за вами специального человека, который записывает всё, что вы купили. Что у нас получается на выходе? У нас получается одна корзина покупок и два списка того, что лежит в корзине. Но эти списки абсолютно разные по своему значению. Хотя по содержанию они одни и те же. Первый список – мы, соответственно, ему формируем мир. Корзину. Молоко. Масло. Второй список – мы описываем существующий мир. Если у нас есть ошибка в первом случае. У меня, как у покупателя, есть ошибка. Я забыл купить сметану. Что я делаю? Я возвращаюсь и покупаю сметану. Я изменяю мир. Если у человека, который представлен за мной, следить ошибка в списке. Он забыл записать сметану. Что он делает? Он берёт список и записывает туда сметану. Первый случай, фактически, это мы имеем дела с ценностью. То есть наша корзина может быть хорошей или плохой, совершенной или несовершенной, в результате соответствия какой-то изначальной задумки. А вот второй список – он истинный. Он соответствует или не соответствует существующей корзине. Так вот, наука в новое время воспринималась как детектив, представленный следить за вашей корзинкой. То есть мы просто должны взять и записать то, что там лежит. Но сейчас мы… Сейчас, я думаю, уже у большинства из вас возникло понимание того, что действительно очень редко наука имеет дело с описыванием корзины. Горазначаще нам нужно думать и о том, что должно лежать в этой корзине. То есть фактически мы же должны преобразовывать мир. И сейчас нам как все больше это о преобразовании мира, а не об его сухом описании. Собственно, и в этом есть исцеление о сведении, как бы возвращении практической деятельности, которая долгое время существовала в отрыве. То есть мир фактически воспринимался как просто объект, который должен лежать в лаборатории, должен препарироваться, с ним что-то нужно делать. То есть фактически мы с ним вступаем в активное взаимодействие. Еще про оценки. Как я уже говорил на репетиции, и мы об этом немножко поспорили, все наши базовые понятия, которыми мы оперируем, в науке в том числе, они уже являются оценочными, как я и говорил. Давайте послушаем внимательно такие слова. Смысл, норма, социальная норма, да? Однозначно ли она? Кто ее определяет, что такое социальная норма? Ну, истинна она или ложна? Или оценочная? Система или структура? Это безоценочное осуждение или в нем что-то есть, да? Внесистемность, бесструктурность. Это оценочное осуждение? Или в ней какой-то заложена уже идеология? Иерархия. То есть мы всегда что-то стараемся как бы упорядочить, систематизировать и иерархизировать. А уровни иерархии, их подчиненность, они несут какое-то оценочное осуждение? Образец. Мы очень часто вынуждены выбирать образцы, мы не берем все, что подряд. А само оперирование термином образец – это уже оперирование оценочным осуждением. Это образец правила. Цель. Стандарт. Фундаментальная. Второстепенная. У нас фактически нет научных терминов, которые были бы безоценочными. Ну, именно таких вот, скажем, более-менее общих, да? Ну, конечно, там какой косинус, синус, наверное, все-таки не очень оценочный. Помните, мы начинали со схем. Теперь я приведу схему, которая, скажем, ближе немножко к реальной действительности. Я ее сам рисовал. Поэтому я за нее абсолютно спокоен. Аргументация. На самом деле, вот выше аргументации, я уже подумал, мне было лень перерисовывать. Там выше надо еще нарисовать огромную сферу доказательства, которая не сводится к аргументации. И они тоже существуют. То есть, например, если я подойду и дам тебе в зуб, ну, это тоже доказательство. И аргумент. Но теория аргументации не изучает давание в зуб. Она занимается немножко другими вещами. Сюда же, кроме давания в зуб, еще можно отнести очень много интересных вещей. Просто это все речевые средства. Кроме речевых средств сразу, как бы, сломаем этот стереотип. Они даже не основные. Гораздо чаще мы пользуемся неречевыми средствами. Там тон моего голоса, да? У нас как он поменяется? Он на вас будет больше воздействуя, чем то, что я говорю. А мое молчание – это может быть весовым аргументом. Когда меня о чем-то спросят, я промолчу. Наркотики. Гипноз. Использование вашего состояния. Манипулирование вашими обстоятельствами. Это все, так сказать, доказательство. Но это не изучать теорию аргументации. Буквально в двух словах, просто чтобы не уйти в сингулярность, как говорил Саша. Аргументация речевая, да? То есть, если у нас речевая, делится на корректную и некорректную. Некорректная – это очень интересная аргументация. Это типа я сейчас возьму и обману. Это будет тоже аргументация, но некорректная. И у нее тоже там есть своя структура сложная. Тоже мы ее не будем рассматривать. Корректная аргументация, та, которой мы все-таки должны пользоваться в науке. Ее средства делятся на универсальные и контекстуальные. Универсальные – это то, с чем мы в основном работаем. Если речь идет о научном процессе. Эмпирическая и теоретическая. У нас на обсуждении возникали вопросы по методологии. Это все относится к одни из подпунктов. В чем же и узость немножко, и стереотипа, который я хочу сломать. Это то, что, например, если мы думаем обоснование. Сразу раз – метод. Так вот метод занимает 0,5% нашей деятельности. То есть методологическое обоснование. Чаще метод уже следует за какими-то теориями и выводами. А не наоборот. Не они являются его производным. Ну, эмпирическое тоже. Об этом очень можно много говорить. Интересных штук. Но я так просто чисто по верхам проскочу. Контекстуальная аргументация. Апелляция к традиции и авторитету. Эйнштейн сказал. К интуиции и вере. Ну, вы же верите мне, правда. К здравому смыслу и вкусу. Ребята, ну это отстой вообще. Зачем об этом говорить? Ну вот. Что еще очень интересно заметить. Нигде я не видел упоминания того, что контекстуальные, универсальные средства, они могут меняться местами. На самом деле универсальные – это условно универсальные средства аргументации. Они являются порождениями нашей культуры. Вот именно в нашей культуре они являются универсальными. То есть, в принципе, начиная от посудомойки и заканчивая доктором наук, все должны их принять в той или иной степени. Но это только в нашей культуре. 300 лет назад они не были такими. Универсальными, например, была апелляция к традиции и авторитету. И то, что традиционно так принято, это было более весомым аргументом, чем опыт показал. И это не значит, что это хорошо или плохо. Был очень интересный момент, когда я говорил о том, что средневековые историки, они писали очень своеобразную историю. Она начиналась с сотворения мира и заканчивалась страшным судом. А история там была где-то полстранички посредине, и она была такой вот, типа, такой вот, вскользь упомянутой. И есть такое мнение, что это плохая история. Они были люди глупые и консервативные, вообще ничего не понимали. При том, что древнегреческая история – это были вершины Геродот и все прочее. Но интерес в том, что средневековые историки, они знали на самом деле античных историков, но они не были для них авторитетными. Им была неинтересна та история. А современный человек чаще всего сразу начинает реагировать, ой, это было двоимыслие. Они писали то, что они должны были писать. Нет, они писали то, что хотели писать. Они преследовали именно такую цель. Им была именно интересна такая история. И таких примеров миллион. Слушая лекции Теда, я там просто выхватываю такие штуки, как типа «На протяжении длительного периода истории рационализм был зажат жесткой системой религиозных догматов. Наиболее верным путем познания для всех этих социальных систем считались духовные практики». Еще раз повторю, потому что вы отвлекли. «Наиболее верным путем познания для всех этих социальных систем считались духовные практики». Да они не считались, они были. Ведь здесь абсолютно путается ценность и истинность. Какую истину мы познаем? Ту, которую можно вырастить в пробирке, или ту, которую можно получить в результате духовной практики? Они же не сводимы друг к другу. Если нашей целью является получение того знания, которое получается в результате духовной практики, то нельзя сказать, что это ущербное знание. Это другое знание, другая цель. Они не взаимовзаименяемы. Ну, пожалуй, я думаю, что я там уже… Там же подтверждение о том, что аргументация должна быть корректной. Это истина, ложь? Или это все-таки оценивание? Нет, ну почему? Как я уже много раз пытался подвести к мысли о том, что классическая риторика, которая в вузах изучается, в большинстве, как бы не риторика, это не риторика фактически. Классическая риторика, она постоянно имеет дело как раз с корректными средствами. Но это не значит, что они единственные, что они только правильные, ну, как я уже говорил, молчание. Ну, это же вполне такой аргумент и способ доказательства, да, в том числе. Их просто очень много, и не риторика имеет дело со всем, о чем я говорил, с оценками, с мнениями, со всем прочим. Они только истинно ложны. Ну, истинно ложны – это вообще как бы формальная структура, которая не имеет применения на практике. Наша доказательство, структура нашего доказательства, наше обоснование, рационализация, она никогда не сводится, к истинно ложна, фактически. Только на бумаге, в учебнике, логике.